Сегодня на полях решается продовольственная безопасность страны. Свою весомую лепту в пополнении закромов родины вносят аграрии Брещины. Им предстоит собрать урожай не менее прошлогоднего, и это при таких непростых погодных условиях. Наш следующий сюжет на правах партнерства о работе Открытого акционерного общества «Пинский комбинат хлебопродуктов». И тех, кто в эти жаркие дни, работая в круглосуточном режиме, делает все возможное, чтобы сохранить каждое бесценное зернышко и обеспечить стратегический заказ государства. На полях Брещины полным ходом с поправкой на погоду идет уборка урожая 2023 года. Темпы жатвы непрерывно растут. Момент самый ответственный в году. И к страде важно подойти максимально подготовленными, чтобы не потерять ни зернышко. Ведь не зря говорят, что зерно сегодня – это новое золото. И задача аграриев – максимально нарастить золотой запас страны. А вот обеспечить стратегический запас в объемах, которые определило правительство для закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2023 год – задача Открытого акционерного общества «Пинский комбинат хлебопродуктов». Заготовка зерна и его сохранность являются государственной задачей, которая обеспечивает продовольственную безопасность области и в целом страны. От того, как она пройдет, зависит экономическое состояние предприятия. Приемка зерна определяется готовностью материально-технической базы. Это комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддерживание в технически исправном состоянии технологического транспортного оборудования, а также зерносушильного комплекса. «Пинский комбинат хлебопродуктов» – один из крупнейших производителей в Брестской области муки, крупы, комбикормов. На протяжении многих лет предприятие добивается достойных результатов, работает устойчиво, стабильно, с положительной динамикой развития. За вклад в развитие экономики города, области и страны – многократное занесение на доску почета города и района, признание директора Василия Невра «Человеком года города Пинска», а по итогам работы за 2022 – «Человеком года Брещина». Ежегодно успешно выполняется задание по заготовке зерна. И каждая заготовительная компания – это экзамен на профессионализм и ответственность. Слаженность работы более 130 работников всех звеньй и подразделений предприятия, которые в жаркие дни созревания зерна и жатвы трудятся круглые сутки. Первые зерновозы урожая 2023 с хозяйства региона стали приходить, как только комбайны вышли на поля. Планом заготовки предусмотрена приемка продовольственного зерна в количестве 30 060 тонн. На сегодняшний день уже поступило на предприятие по государственному заказу 7 480 тонн зерна, что составляет 25% от всего объема госзаказа. Идет заготовка и фуражного зерна. Его заготовлено на сегодня 2000 тонн, при годовой потребности 56 000 тонн фуражного зерна. Данное зерно является сырьем для производства муки и комбикормов. Объемы значительные и, безусловно, требуется четкая организация труда. Все это демонстрируют люди, от которых напрямую зависит успех заказовительной компании. Приемка зерна на предприятии организована в круглосуточном режиме, в котором задействованы весовые, лаборатория и элеватор, емкость которого 64 000 тонн. Пропускная способность сутки принимаемого зерна составляет от 2 до 3 тысяч тонн. При необходимости зерно досушивается, очищается от сорной примеси, с целью доведения его до стойкого хранения и последующим выпуска качественной продукции. Путь зерна с поля до элеватора начинается именно здесь, с визировочной лаборатории. Привез соус валища, зерно. Уборка идет нормально, зерно сыпется. Труженики нашего хозяйства стараются, чтобы мы не остались без хлеба. И было хорошее зерно, хорошего качества. Сегодня задачу максимально нарастить золотой запас страны аграрий решает на полях. А здесь, на комбинате, его бережно доводят до стойких кондиций, чтобы обеспечить высокую сохранность. Мы находимся в визировочной лаборатории. Здесь мы проводим предварительный отбор зерна, проверяем на влажность, сорность, на зараженность хлебными вредителями. Натуру зерна делаем для того, чтобы правильно определить размещение на элеваторе. Опыт и мастерство позволяют специалистам оперативно обслуживать до 100 машин в смену. Работа интенсивная, работа такая, требующая скоростных качеств, чтобы не создавать очереди на комбинате. И на самом распределении, на самом элеваторе было все размерено. Весь технологический процесс строго контролируется производственно-технологической лабораторией. От отбора проб до последующего хранения с обеспечением качественной сохранности зерна. Сейчас основная работа, конечно, производится, кроме элеватора, еще в лаборатории. Потому что главное определить правильно качество зерна, чтобы потом с ним работать. В настоящее время принимаем, вам уже рассказали, все культуры практически, кроме третикалия и овса. Основное продовольственное – это рожь и пшеница. Именно от качества заготовленного зерна будет зависеть конечный продукт – мука, крупа, комбикорм. Производим все технические анализы и, кроме того, еще показатели безопасности. Но основное сейчас, это правильно, говорю, определить, идет входной контроль на визировочной лаборатории. Это органолептические показатели. Потом влажность, натура, клейковина, сорная, зерновая примесь, число падения. И в соответствии с этим по влажности мы распределяем, уже зерно идет на разные подъемники, то есть и в разные силоса. И в настоящее время мы уже сушим, подрабатываем зерно, для того, чтобы довести его и до стойкого хранения, на длительное хранение, и до меничной кондиции, чтобы уже сразу подавать на производство. И в настоящее время мы уже работаем и на новой ржи, и на новой пшенице. Специалистам комбината приходится учитывать особенности этой уборочной и заготовительной компании и ее затяжной характер. Они готовы к работе, и запас прочности достаточно высок, чтобы не нарушить четко налаженный ритм работы. Первую машину зерна урожая 2023 года поставило хозяйство Столинского района, ОАО «Видиборский», а из хозяйств Пинского района – это ОАО «Плещицы». Зерно поступает из районов Брестской области. Отличилось и открытое акционерное общество «Ласецк». Сельхозпредприятие полностью выполнило свои обязательства перед государством. Для оперативного решения всех вопросов, связанных с приемкой зерна и масла семян рапса, правильным размещением, а также с использованием погрузочно-разрузочных механизмов, согласно их производительности, грузоподъемности автотранспорта, организована работа зонально-диспетчерского пункта, что позволяет избежать очередей и простоев автотранспорта, а также своевременно выполнять заявки по вывозу зерна из хозяйств. Итак, золото 2023 уже на потоке. Из-за крома элеваторы комбината хлебопродуктов наполняются поистине бесценным богатством. И за это им низкий поклон и благодарность. Заготовка идет в плановом режиме. Мы выражаем благодарность руженникам полей за выращенный урожай. Приложим все усилия для того, чтобы сохранить этот урожай и выпустить качественную продукцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова